Дорогие друзья, добрый вечер! Наша встреча сегодняшняя не случайно называется «Встреча друзей». Весь зал полон друзьями Нурдоса, людьми, которые создавали этот спектакль и которые принимали самое активное участие в жизни спектакля по ту сторону рампы. Поэтому сегодня наша встреча будет такая. Поэтому она здесь и происходит, знаете, в такой неформальной обстановке, чтобы это было тесно, чтобы это было вот близко-близко, чтобы мы могли с вами общаться. Сегодня в этом зале присутствует Георгий Васильев. Давайте его поприветствуем. Алексей Игоревич Иванович Иванович сейчас находится в Соединенных Штатах Америки и в этот самый момент смотрит интернет-трансляцию. Давайте помашем ему ручкой, когда там вот камера. Здравствуйте, Алексей Игоревич! И также давайте поприветствуем наших интернет-зрителей, которые тысячи и тысячи людей, которые не попали сегодня, в отличие от нас, в этот зал. Но те, кто не попали, я хочу передать привет и извиниться за такие неудобства. Но в любом случае, 19 мая у нас состоится еще одно, еще один такой концерт, исправленный и улучшенный по итогам сегодняшнего представления. Так что, если вы немедленно позвоните, то вы еще успеете забронировать места. Так что, привет и вам тоже, дорогие наши интернет-дологи. Что вы хотите сказать? Да. Сегодня у нас были не просто концерты, а творческая встреча, поэтому, как полагается на творческих встречах, вы можете о чем-нибудь нас спросить. Написать записку, желательно, вот есть такая корзиночка для записи, желательно, чтобы это происходило в первом акте, чтобы мы в антракте разобрали записку, а во втором акте мы на них ответим. Заказывать какие-то любимые песни бессмысленно сразу предупреждено. Этого, скорее всего, не произойдет. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу представить вам тех, кто стоит сегодня на этой сцене. Это актеры оригинал каста, это люди, которые не просто играли в спектакли, которые принимали участие в создании бессмертных образов, которые впоследствии становились каноническими и повторялись всеми последующими исполнителями ролей. Итак, Юрий Мазихин встречает. Бессмертный, единственный, неповторимый. Андрей Мазаров, Фёдор Маркин, Человек-бароход, Алексей Росошан, вступает на жизнь. Меня зовут Лидия Чироксарова, я создатель бессмертного образа «Чук-чук-багром». И, наконец, человек, без которого наш концерт сегодняшний не мог бы состояться абсолютно точно, это Татьяна Солнышкина. И наша все. Дорогие друзья, мы ждем от вас поддержки. Ходите вместе с нами, я знаю, что вы дали люди, которые не просто знают спектакли, а знают его наизусть. Ну? Милый дом твой, дорогая моя Машенька, Пишу тебе это письмо, и одна лишь мысль терзает меня. Горько сознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и самая первая из них – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Да, что снаряжение экспедиции, я поручил Николаю. Молю тебя, не верь к этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами, которые обязаны именно ему, не только я один. В песнике ваш, святой Марии, шлет ему проклятие. Не только я один. В песнике ваш, святой Марии, шлет ему проклятие. Не только я один. В песнике ваш, святой Марии. Обширную, покрытую снегами землю, которую мы отклеим, к северу от Таймырского полуострова, я назвал твоим именем. И скоро на любой географической карте ты сможешь прочитать привет, который шлет тебе твой мантигон истребенный коготь. А сейчас мы пропустим сцену жестокого убийства Почтальона и сразу перейдем к полной жизни красок сцене. Вспомните, залитые солнцем присты, грозные гудки, крикит чай, крабочий люд грузит всю гид на пашу. И сейчас только не пропасть, а как вон. Море молчит, как рыба, но ветер дунет, и все изменится. Море, то тише мыши, то выше крыши, сорьет волна. Штили, молчит и ленится, штормы, рычит и пепельница. Беда, своих парашков, тяняя северную длину. Утро пропахло ветром, а ветер пахнет весной морожкою. Город пропахло кожей, сырой кожей и кабаком. Будет пропахло тошкою, будет пропахло крошкою. Хлебом, зеленым луком, копченым салом и молоком. Все, что не на загружено, будем грузить до ужина. Чтобы забить все крюмы и утром баржу отправить в море. А наше море не слышит горя. Лишь берег точит, как огни почек. Бурнет платочек и знать не хочет про наши белые на берегу. Ну да чего же народ кругом пошел жестокий и обозренный. Сей нашей жизни цена беда, того глядин и летишь на нож. Сегодня у грозового черного порнули нож в капучном дом. Убили малого просто так, убили малого не запрошь. Какой кошмар и куда же только летит полиция. Ну и ну, давно пора засходить в тюрьму. Всех паразитов и всю шману. Эль, Саня, иди поближе. Чего надулся, садись покушай. Бабы, вы ж лосороки, гляди немого, перепугай. Вырос отцу помощник, ты ешь картошку, а их не слушай. Лучше на всякий случай гуляй пореже за бочагами. Там ходят лихие люди, на шаги пашут на снег сорять. А ты ж хозяин шутить не любит, а наше дело мешки по локоть. Чтоб утром пашут отправить в море, а наше море не слышит горя. Он литва хочет и знать не хочет про наши беды на берегу. Море молчит, как рыба, покуда ветер не переменится. Море ленивых зверев лежит под солнцем и грехом. Ветер сегодня ленится, мачты к воде не греются. Ветер ушок не воет, и день осетил, и нам не стоит бояться моря. Боятся бури, покуда море. Глаза зажмуем ленивым зверем, а где же берег лежит под солнцем у наших ног. Как вы, наверное, заметили, в этом номере, ну, те, кто хорошо знает спектакль, роль, партию сугубо положительного персонажа отца Сани Григорьева исполнил Олег Кузнецов, который воплощал вообще-то образ злодея Ромашова. Не удивляйтесь, в ходе этого концерта многие актеры представлены перед вами в довольно необычных блуае и ипостасах. Наверное, в общем, и для себя тоже. Зато следующий номер прозвучит в абсолютно оригинальном составе. «Прощание с Архангельским, как когда-то» исполнил Ирина Линк, Юрий Мазихин, Петр Маркин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чтоб снова, как прежде, в бессмысленной одежде, Святую Марию высматривать вдали, И, проклиная почту, ждать писем, веря в то, что Они лишь задержались в снегах чужой земли. Поверьте, Маша, что столица Поможет высохнуть слезам, Пора с небес уже спуститься, С Иваном Павловичем проститься И отправляться на вокзал. Чтоб не закончена промахи, Начать еще одну главу Экспресс не терпит опозданий Прощайте, друг мой, До свидания, Переезжайте к нам в Москву. Приедут, приедут, Чтоб снова стать соседом, Чтоб снова стать тенью. У ваших ног в Москве Быть другом и не более, Не зная, что за роли Ответены судьбой Нам в следующий Ответены судьбой Я всегда так хотел спеть этого пристава. Я стоял, готовился к уроку речи. На сцене в это время шла вот эта вот сцена Арест отца. Я все время там снимаю, Да нет, ну не так же и здесь. Дело в том, что на самых первых демозаписях, Которые делались еще в 2000 году, Петя роль Пристова исполнял, И это звучало оглушающе прекрасно. Сейчас у вас есть возможность услышать. Это непосредственно у моих демозаписях. Просим, просим. Кто среди вас тут будет, Иван Григорьев? Если Иван Григорьев нужен, то вот он я. Вот он и я. Твой ли это нож, Иван Григорьев? Вроде как похож, да? Значит, узнаешь очень хорошо, Что же ты его не спрятал в море? Стало быть, Григорьев, ты еще и глуп, Ты еще и глуп. Ладно, души глуп, давай, пошел. Что тут еще за засунок? Это Григорьев его сынок, Он оброждение скоро Был, ведь не умерет. Если он нам чего сообщить, Имеет пусть он сперва изучит По девушкам слов. Звучит песня. 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 За одну из песня о話. Звучит песня. Звучит песня. Ya,�� gostей. У меня это был любимый момент в спектакле, я всегда слушала, и у меня так мурашки прям по спине бежали. А вот вы этого не видели и не слышали никогда. Да, артисты ансамбля этот номер на сцене вживую не видели, потому что мы в это время лихорадочно переодевались из грузчиков в рыночных торговцев, потому что дальше следовал блошин рынок. Ну вот, и без перерыва сразу после урока речи надвинется мгла. Именно так называется оратория, которая символизирует смутные времена в России. Но так как тема вихрей враждебных в России, видимо, актуальна всегда, то подпевайте, кто знает. Капитан, чего распис? Что за беда? Откройся. Ну не молчи, ну поделись. Ну давай, скажи, привкуйся, да ты, похоже, не умеешь. Прости, моряк, беги домой. Простой, но слух-то ты имеешь, и все, что слышишь, разумеешь, так ты лентяй, а не немой. А как же ты своих матросов предбурей сможешь ободрить? Прости, моряк, беги домой. Прости, моряк, беги домой. Заводил. Он свет на глазах твоих, кто заплачет, как дитя. Запомнил? Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, если вы будете себе толкать... Ну вот ты разрушаешь романтическую легенду. Вот. И поэтому мы решили оставить, так сказать, в правовых канонах, чтобы спектакль не потерял. Но при этом там было все. Там была бесконечная вереница пионеров, которая пришла на вокзал спровожать Саню Григорьева, организованная менеджером детской труппы. Там была переодетая геологом Катя Татаринова. Там были вместо двух детей в коммунальной квартире у Вальки Жукова, то есть у меня четверо, причем мне пришлось сочинять имена, походу. Но гран-при этого зеленого спектакля, на мой взгляд, взял Петя Маркин, кораблек, который не делал ничего. Он не хохмил, он не переодевался, он не менял мизансцен. Он просто, глядя на этого несчастного, бедного, немого мальчика, спел другое четверостище Александра Светлановича Татаринова. Грибин, добрая подружка, Грибин, как я уже говорил, этого не слышали, нам потом рассказали. Но артисты оркестра, они это слышали. И скрипки просто глиссандируя по Грибин сползали. Маленькие радости. Я еле держался, потому что маленький мальчик, который сидел. У меня у него не было микрофона, он пришел преданно мне в глаза. Прямо во время моего пения спросил, дядя, что ты поедешь? И последующий номер «Властыный рынок», «Властыный рынок», «Любимый всеми». Как вы помните, на сцену в начале номера выезжал трамвай, натуральную величину. Ну, как вы поняли, у нас в Мюзикле многое было, мы все на величину, и по-взрослому. И вслед за трамваем выбегала стайка маленьких беспризорников. И примечательно, что в первых рядах московских русских беспризорников легко отплясывали Виталий Розенвастер и Глеб Бауэль. А сегодня партию самого слонкоголосного и самого мелкого беспризорника исполнит Лидия Чебоксарова «Советский союз». Сбылась мечта, я стал миллионером, Владею я несметным количеством нулей, Сталитный вид приличные манеры, Иду гулять по скверу, искать случайных прибылий. Ай-яй! Купи-продай! Комптовый, а счастливить миллионер, Купить коробку с митчем или пару папирос. А может взять флакон, оде колону? Мадам, прошу, пардону, возьмите за дважку парос. Ай-яй! Купи-продай! И все свои пара! Да я миллионер, и ты миллионер, и он миллионер, Мы все миллионеры, пока товарищ милиционер Нас не погонит только по скверу. Пора, товарищ милиционер, Нас не погонит только по скверу. Зачем подушка, если нет кровати? И если нет рубашки, на кой не кружевать? А может нам на бублик денег хватит? Ну, это как богатик. Тут может платить и на два. Ай-яй! Купи-продай! Позрахует страна миллионеров! Где временные беды переживаем мы? Дай бог нам до начала новой эры Не стопнуть от колеры И от какой другой чумы. Ой-ой-ой, да боже мой! А я миллионер, и ты миллионер, И он миллионер, мы все миллионеры, Пока товарищ милиционер Нас не погонит только по скверу. Пока товарищ милиционер Нас не погонит только по скверу. Нас не погонит только по скверу. Пора, товарищ милиционер Нас не погонит только по скверу. Нас не погонит только по скверу. Как известно, больше всего артистам везет, Когда им достаются отрицательные роли. Я это с возрастом ощутила. Когда актрисы становятся старше, Им достаются уже такие отрицательные роли. И в них так много всего интересного, Что можно сыграть. Поэтому, понимаете, Мазихин Он золотую маску получил Не потому, что он артист хороший. Потому что ему такая роль досталась, Так ее написали. Но... Ой, брат, и здесь... Ну, конечно же! Вот жалко, Кузнецова тоже была такая же роль. Но, как говорится, два солнца на одном небе не помещаются. Это настоящий гад. Но, конечно же, талант наших артистов... Ай, безусловно! Надо просто героиня играть, тоже характерная. Все будет хорошо. Поэтому, замечательный артист Юрий Мазихин Все-таки, спасибо! Сейчас исполнит прекрасную... Я волнуюсь сейчас. Как бы это сказать, песню, не песню... Песню директора! Песенка директора! Песенка директора! Песенка директора! Песенка директора! И чрезвычайно неприятно, Что сие вообще возможно в нашей школе! Знаете ли вы, что все злодейства, Подные предательства и форисейства, Как же начинались? Вроде бы пусть смешных, Невинных мелких действий, И вот как известно, Коготу курю. Все птички пропасть! Крыса на уроке, это дерзость Ну-ка, Ромашов, поведай нам, давай-ка Как организовал ты эту мерзость Что вы, Николай Антонович, это важно? Ах, так это жука в крыс приносит Это был хомяк, а ими крыса, бог жди Можно ли терпеть подобный вандализм В школе коммунной мы спросим И ответим строго, без обидников Вы разрешите? Да нельзя! Ой, здравствуй, Петя, входи, я не вам Простите, родители, только что на улице Я встретился совсем случайно с мальчиком Которого в Архангельске я знал немного Вон год от рождения и мир Да-да, весьма печально Верно, но сейчас он говорит не хуже нас Он научился посмотреть это чудо Ну-ка, мой друг, уж раз вы научились говорить Так расскажите же нам, кто вы и откуда Меня зовут Григорьев Александр Я на вокзале, я круглая сирота Все, 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 мне все понятно Вам за флиганство два наряда Крыса в уроке, значит так вы двое В комнату заведующего склада Отведите прибывшего к нам героя Пусть его венут и обуют Да, вы не ослышались его пируя Пусть ребенок лучше учится у нас Чем на вокзале ворует Крысу утопить Постойте кораблем, я задержу вас Чуть-чуть Да, я педагог, и мне понятно Жгучее желание помочь всем сразу Но мне чрезвычайно неприятно Брать детей без направления на роб Раз, а вы же тут газоны нижнюю гость Привели таких, как он, примерно Восемь А можно ли так вести себя учителя Школу коммуны, мы спросим И ответим твердно, без обвиняков Извините, но нельзя Я испугался большого, самим, крупного Петю Вы знаете, сейчас будет, я все помню Сейчас будет исполнена божественная танго Любви Исполняясь несравненная божественная Вика Соловьева А помогают ей Ирина Линд и Петр, как Марк, Марк Марков Марков Отомстил Иди, Катюша, погуляй И, и, оденься потеплей Давай, 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 давай Скорей, 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 скорей Мой верный друг Не нужно слов Они лишь сердце зря тревожат Мы не опишем наших чувств Передоверив их словам Я знаю все, что мне сказать Хотите вы, и вам ведь тоже Наверняка известно то, что я отвечу вам Вы скажите безумство девять лет И шесть из них вездеям уже нет И я уже почти вдова Но важна невесте роковой Не вправе я считать себя вдовой Пока моя любовь жива Я только кое-что спрошу Вон как чайку или поесть Ты предложила бы хоть машу И вам полчу присесть За девять лет забыли все Об экспедиции пробавшей Но я не верю, что погиб Святой Марий капитан Я буду ждать И, может, смерть Уйдет, не солоно хлебавший Я буду ждать Я буду ждать На берегу города В душе моей полной Бесснежный дом Нагреюсь я последним угольком Ведь тлеет он Едва Едва Бессильно изменить в течение лет И важный мой вопрос И мой ответ Пока Моя любовь жива Бессильно изменить течение лет И ваш вопрос И мой ответ Пока Моя любовь жива Николай Антонович Ах, Иван Павлович Вот так сюрприз Машенька милая Сделайте чаю Мы посидим Попьем, пополтаем Можем достать Парадный сервис Боже Какой букет-то Откуда В марте Один цветок Миллиона Полтора Прошу простите Пожалуй, мне пора Конечно Что вы, куда вы, чай воспевает Мы по простому без должностей Знаете, мой друг, как приятно бывает Дома Создать нежданых гостей Я вас не понимаю А, видимо, придется Дарите розы в мае Дешевле обойдется Визит без приглашения На грани Моветона Ах, Николай Антонович К чему этот фарс? Ивана Павловича букет Не нарушает этикет Или, быть может, мне Гонять гостей Не позволяет Домострой Быть может, мне запрещено Ходить в кино Смотреть в окна И в ожидании нырных вестей Должна я скрыть Лицо чедрой Я вас не понимаю И вправду непонятно Не знаю ли самая Как вырваться обратно Пархангист нет возврата И я, как приживалка У мужниного брата Шесть лет под замком Ах, Боже мой, какой замок Когда в ваш дом Пришла беда Кто, как не я Пожертвовал собой И вам помогал Печаль унять Кто делал все, что только мог Чтоб наступил тот день, когда Мой бедный брат Вернутся вы домой И смог бы снова вас обнять Что ради этого святого дня Так много он дал сил И так мечтал Чтоб этот день Не наступил Бабушка, бабушка Откуда ты? Откуда я тут в роддомитном немножечко раскладила? Где ты так испачкалась? Где? А это что за чудо? Это Саня, он тут ни при чем Все по-другому было это не она Тут целиком моя вина Брат, это я его разбил на самом деле Все это бранько Да вы не слушайте, Энекит Это я его разбил Это я его разбил Это я Да ты прав Мы не хотели Мир прямо таки полн до проходов Вот они стоят по дупе в очи долу Вот кому я помог найти работу Вот кого против управил Кринел в школу Вот что я получил за все за это Все-таки верна народная примета Делая добро, не стоит ожидать аналогичного ответа Да, неблагодарность, это-то и есть Первая причина всех бед Вот, кому пригрел неосторожно Вот, кому, увы, поверил, так легко я выхомерел Да как же можно про Ивана Павловича сказать такое? Да, удивительный феномен Струбен и одновременно вероломен Можно ли после этого переносить Ваше присутствие в этом доме? Думаю, ответ известен вам самим Следующий номер это вторая оратория То бишь, капитаны собственной судьбы Я думаю, что абсолютно несправедливо Что в спектакле эту красоту исполняли только четыре главных героя Это абсолютно несправедливо И сегодня мы споем ее все вместе Ну и, конечно же, вместе с вами Анна Унгмар Тарабад Мы возьмем с собой из детства Наши скромные расследства Неприятные для посторонних глаз Наши детские заботы Наши драки и бойконы Наш локометр и наш грибучий газ Пару лягушек и копилку разорвать Пару лягушек и копилку разорвать Капитаны собственной судьбы Это нас зовет всегда трубы Это нам поднимать евроя И на двое поля Отжигаться солнце И тридцать месяцев в году Вновь трясти сквозь радость и беду Отгреметь Словно слонкая месть И сядь и бороться Нашим пятнам и законам Мы с тобою неуклонно будем Следовать повсюду и всегда Бить так глаз Бить так пылка И свою свинью копилку Беззаметно пронести Через года Не предавать и не сдаваться И когда Друг сердечный Друг мой дорогой Слой отныне Я всегда с тобой И пускай Поменяемся мы Поменяется мир Сквозь гора простая Но двенадцать месяцев в году Знаешь, что я тебя не подведу Я тебя Никогда не предам И обиду не дам Никогда не отдам Я тебя из ансамбля теплых чувств к этому номеру приспевали, потому что тепла было на сцене недостаточно, даже жарко благодаря костюмам из натуральной шерсти, которые пошила Маша Данилова. Да и не только артисты, а ансамбля. Нам тоже приходилось выходить из гримеров. Кстати, до последнего, многие неискушенные зрители думали, что хоры и ансамбли записаны. Это фонограмма. Я лишь могу еще раз подтвердить, что это неправда. Больше того, исполнители главных ролей подпевали под кулисами своими руками. Да, потому что исполнители главных ролей не могли выучить порядок слов, припевов, и поэтому было, знаете, целой... Помолчи, бедя! Помолчи! Вот это вот означало «созвал нас гулять карнавал», вот это означало «флажки симпатичные стучки», и вот это вот означало «в крови бродят токи любви». Запомнили? Совсем не то, что вы подумали. Тогда давайте спать. «С Новым Годом!» «С Новый Годом всем!» А вот ведь какая погода, А вот ведь опять, как всегда, К празднику нового года Холодар! Вновь мороз, Будто наркоз, А не сволил нам нос, Принимает она долго и всерьез! Те-те-те, кто учен, Мо-мо-мо-мо-мо-мо-рост не почем, По-по-потому, что нас ваюки грядют, По-по-потому, что надой, Те-те-те, родной, то трубы, По-по-потому, сердце, да почем облёт, По-по-потому, что знаком нам всеобщий закон, По-по-потому, народе с друзьями теплине, По-по-потому, что созвал нас гулять карнавал, По-потому, что грядет Новый Год! Я скоро стану диной, Ух, что род терзает! Так, а не холодина, что зубы замерзают! А я вас уверяю, Земля меняет климат, И с каждым годом зимой теплее чуток! Сейчас валька наколдует, И сразу станет сыро! Я вовремя капитую мою, По-по-пу-киру, Земля меняет климат, Да! И раз такое дело, В агане потеплело, Ай, гады, как ты! Есть одно русское средство, Губа не дать ни капле! Нужно мороженым греться, Изнутри! А вот как? Наш народ не победит! Минус тридцать один! Мы с нас разим, Как соберется среди людей! О, хочу! Я покучу, Мамамару снипочем, О, потому что нас валют и глядут, О, потому что такой, Да-да-да-давай, По-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, Грузят на топочем облёт! О, потому что знаком, О, нам все пшится в год, Но тут на морозе с друзьями теплие, О, потому что флажки, Сирпотины, Снежки, О, потому что придет Новый год! Земля велика, Да, ученые считают, Что неосновимо все ряды, Планеты тают, Земля, С ней навстречу, Несется по обиде, Но только мы смотрите, Как нам повезло! Ты что-то перепутал, И стало холоднее, Ничего, Зай, Будто ли я стекленею, Я всех вас приглашаю, К себе на чашку чаю, Как лет не обещаю, Нам падет темно, Тучи опять наползают, Белой метею грозят, Там, где вода завязает, Жить нельзя! Но как старик мы дудим, Минус тридцать один, И армянизм остается Невредим, Да-да-да-да, Везер, Кто кучен, Мом, Мороз, Не польжен, Потому что нас валют И гринют, Ну-у-у-у-у-у-у, Дон-да-да-да, Дон-да-да, 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 Дон-да, 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 Потому что знаком Нам всеобщий закон Да-да, Дон-да, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok